А вы когда-нибудь задавались вопросом, что будет, когда ничего не будет? Или нет, не так. Вы наверняка слышали теорему о бесконечных обезьянках, но даже если вам не знакомо само название, то вы точно встречали ее формулировку в разных вариациях. Если посадить обезьянку за печатную машинку на неопределенный долгий срок, то рано или поздно она сможет напечатать любой наперед заданный ей текст. К примеру, «Войну и мир» Толстого, все четыре тома. Но если вдуматься поглубже, какое понимание должны мы вложить в само понятие «неопределенно долгий срок», ведь по сути это бесконечность. Попробуйте вдуматься в само слово «время», которое не имеет конца. Миллиарды, триллионы, триллионы, триллионов лет. Представили? А теперь вернемся к тому, с чего мы начинали. Что будет, когда ничего не будет? Когда материя и ее гравитационные силы взаимодействия будут разорваны в расширяющейся вселенной? Что будет, когда наступит большой разрыв и само понятие времени станет весьма условным? Специально для вас, совместно с нашими друзьями с канала «Это интересно», мы подготовили спецпроект и связанных между собой двух тем, чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе и постараться заглянуть в самое отдаленное будущее. Переходите по ссылке в описании и погрузитесь в завораживающий мир умирающей вселенной и гаснущих звезд. Ну что, вы уже готовы? Давайте продолжим. Что если гипотеза о темной материи окажется верна? И вселенная рано или поздно разрушится до мельчайших кварков, элементарных частиц, которые равномерно распределятся и перемешаются в пространстве. А их энтропия, мера неупорядоченности системы достигнет максимума. Австрийский физик-теоретик Людвиг Больцман, основатель статистической механики и молекулярно-кинетической теории, предположил, что высокая энтропия сама по себе не исключает возможности возникновения локально-упорядочных структур внутри замкнутой системы как отдельных частных случаев. Более того, если вдуматься, наш мир с небольшой энтропией – это не что иное, как частный случай отклонения Вселенной от ее основного состояния хаоса. Для того, чтобы наглядно это понять, давайте проведем мысленный эксперимент и представим себе пространство Вселенной в виде некоторой изолированной от внешнего мира системы, например, сферы, равномерно заполненные молекулами воздуха, играющими здесь роль элементарных частиц. И эти молекулы, случайно распределившись, будут хаотично перемещаться в пределах нашей воображаемой сферы. Казалось бы, что может произойти? Однако, если достаточно долго, бесконечно долго наблюдать за перемещением молекул, то можно будет обратить внимание на то, что любая молекула, находящаяся внутри, пройдет и займет все возможные положения, которые могут быть. И даже не по одному разу. Вероятно, рано или поздно в результате перебора этих вариантов молекулы случайно образуют внутри сферы некоторые отдельные относительно организованные варианты расстановки с локально меньшей энтропией и некоторым подобием структуры, например, образуются участки повышенной плотности или молекулы просто плотно упакуются в одном месте. Более того, через какой-то конечный промежуток времени все молекулы примут свое изначальное положение. И да, это будет очень долгий процесс, но ведь бесконечное время – это именно тот ресурс, которого у Вселенной после Большого Разрыва будет предостаточно. Но вернемся от нашей воображаемой сферы с воздухом, гипотетической Вселенной будущего. Заполненная кварками, совершающими хаотичные флуктуации, она становится той самой обезьянкой из теоремы, имеющей бесконечную возможность перебирать варианты состояний и положений элементарных частиц. И если мы, как наблюдатель, будем иметь достаточно много терпения, то рано или поздно мы увидим, что на каком-то участке Вселенной появилось яблоко или ростер Тесла с манекеном в скафандре за рулем. Но что если копнуть еще глубже? Ведь в результате перебора всех возможных вариантов в какой-то момент могут оказаться в одной чрезвычайно плотно упакованной точке пространства. Вам это ничего не напоминает? Да, именно тот самый большой взрыв, положивший начало нашей Вселенной в том виде, в котором мы ее знаем. Но если и это недостаточно поразило вас, то что вы скажете, если одним из частных случаев снижение энтропии в пространстве станет сознание. Мыслящее существо способно осознать свое существование. В конце концов, любой человек, его воспоминания и даже вы сами – это всего лишь своеобразное лего из элементарных частиц. Так что гипотетически это не невозможно. И совсем не обязательно это может быть именно человек с его внешними признаками, знаниями и недостатками. Это может быть существо, обладающее возможностями гораздо более высокого порядка, вероятно, способное создать или симулировать внутри себя целую Вселенную. Но как долго? В теории. Нам пришлось бы ждать этого эпохального события. Согласно работе выдающегося физика-теоретика Андрея Дмитриевича Линды, ссылка на его статью мы оставим в описании, это может произойти примерно раз в 10 миллиардов в 50-й степени лет. Для сравнения, на настоящий момент оценочный возраст нашей Вселенной составляет всего около 13,8 миллиардов, что до умопомрачения меньше, чем та цифра, которую мы привели выше. Напомним, что у вас, как у стороннего наблюдателя, впереди целая вечность, и возможностей появиться у этого потенциального разума миллионы. Этому гипотетическому явлению дали название – Больцмановский мозг. И, наверное, к этому можно было бы отнестись иронично, если бы не один вытекающий из всего этого вывод, вернее, парадокс, который так и назван – парадокс появления Больцмановского мозга. Ведь если на одной чаше весов у нас бесконечное количество возможностей для появления разумной сущности, то это всегда значительно перевесит любую конечную вероятность появления этой самой сущности эволюционным путем. Очень красиво и с некоторой долей иронии сформулировал эту проблему уже упомянувшийся нами Андрей Линды. Логика квантовой теории поля и инфляционной космологии заставляет меня признать, что в бесконечно отдаленном будущем в вакууме будут рождаться все новые и новые копии меня самого, точнее, моего нынешнего сознания. Но если это так, почему я должен верить, что я нынешний? Это и есть оригинал, а не одна из копий. Завершая это видео на некоторой философской ноте, желающим могу порекомендовать к ознакомлению книгу Мартина Хайдеггера «Метафизическая концепция Ницше и ее роль в европейском мышлении. Вечное возвращение равного» в переводе Сергея Жигалкина. В этой книге подробно разобраны взгляды Фридриха Ницше и его революционная на тот момент мысль о вечном возвращении. Эту твою жизнь, настоящую и прошедшую, должен ты будешь прожить еще раз. Еще не счетное число раз, и не будет ничего нового, и снова вернется в той же последовательности каждая боль, каждая радость, каждая мысль и каждый вздох. Все ничтожно мелкое и невыразимо великое, что было в твоей жизни, и этот лунный свет меж деревьев, и это мгновение, и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются вновь и вновь. Фридрих Ницше. Ничего не напоминает? Если вам понравился наш совместный экспериментальный выпуск, голосуйте лайком и оставляйте комментарии у нас под выпуском и на канале «Это интересно». Давайте обсудим, какие бы темы или противостояния каких теорий вы хотели бы увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok